Ваня, откуда такая красивая? Из города Балагоя. Здравствуйте, я Лариса Лизеева. В эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки. Я узнала, невеста у нас сегодня из Балагова. Это знаете, как в песне, это где-то между Ленинградом и Москвой. А придут за нее бороться сегодня Игорь из Москвы, Михаил из Переславля-Залесского и еще один Михаил из Воскресенска. Давайте сначала на невесту посмотрим. За последний период в моей жизни я не встречала человека, который бы растопил лед в моей душе и в моем сердце. Быть может, сегодня я найду того единственного, который послан мне с судьбой. И со мной приехала моя подруга Надежда. Проходите. Любовь. 27 лет. Прощала мужу постоянные измены, драки, скандалы и возвращала его в семью. Но когда поняла, что он живет у любовницы, отпустила. Любовь продавец в продуктовом магазине. По образованию дежурная на железнодорожной станции. В детстве умела играть на балалайке, сейчас мечтает освоить игру на гитаре. Предупреждает, что очень ревнивая. Любовь не будет заглядывать в кошелек к будущему мужу и считать его квадратные метры. Главное, чтобы он был не плющим и не поднимал на нее руку. Любанечка, поделитесь, чем же был так хороший ваш муж, что вы готовы были закрывать глаза на все, лишь бы он был рядом? Вы знаете, я его просто полюбила с самого первого взгляда. Была такая просто огромная вспышка, вот эти вот розовые очки просто на меня одели. И вот кроме него никто был не нужен, никого не замечала. Любанечка, может быть это случилось потому, что вы пережили такую трагедию, не приведи Господи никому. Может быть хотелось просто отвлечься и другой жизни, и других эмоций? Вы знаете, да, совершенно верно. Вот расскажите, потому что... Дело в том, что в 16 лет, когда мне исполнилось 16 лет, я потеряла обоих родителей сразу же в один день. Как получилось? Дело в том, что их убили. Убили, как бы жестоко убили и подошли квартиру. То есть я осталась не только без папы и мамы, без родительских крылышек теплых, нежных и уютных. Я осталась без крыши над головой. А кто нашли, я не знаю. Когда нашли человека, он пришел отдавать долг моей матери. И когда я ушла из дома, то есть вот это все и случилось. Потом он, когда поджег квартиру, он выпрыгнул в окно, пришел к себе домой, замочил в ванной кровавые вещи свои, переоделся и пришел на место происшествия смотреть пожар. Какой вам невеста? Симпатичная. Да, мне тоже нравится. Вот расскажите, вам же навязчивый сон снился один и тот же много лет. Мне снился сон, да, вернее сказать, не много лет, а за последние две недели до их убийства. Из ночи в ночь мне снился, что у меня горит квартира, обожженный отец, и у меня убивают мать. И накануне смерти я иду и рассказываю свой сон подруге, говорю, не знаю, что делать. Вот снится один и тот же сон. Вещий сон, невероятно. Вот вы знаете, я уже это слышу не в первый раз. Ну, я уже после того случая, я уже стала бояться просто своих снов, потому что он действительно... А расскажите мне, пожалуйста, родители вели здоровый образ жизни или они любили выпивать? Ну, я бы не сказала, что любили, но бывало. Отец, конечно, да, в последнее время как бы мог себе довольно-таки часто. Вот, и тут и по состоянию здоровья, и ему пришлось на пенсию идти по состоянию, опять же, здоровья. Мать, конечно, нет. Да, но она не акцентирует, да, вот на том, она приняла это уже, и надавно уже просто произошла. Уже пережила это, приняла. Любаш, вот не было того момента, когда вы встретили своего будущего мужа, ну как, вы не бросились за спасательный круг, вот чтобы забыть весь этот ужас? А вот когда вы молодого человека встретили, он к вам пришел жить, или вы на его территории? Мы поначалу жили у меня, у меня дома. Потом, когда уже все, у нас уже все серьезно, то есть уже и свадьба была вроде, намечалась на лето, на июнь месяц, мы жили у его родителей, ну то есть у него дома. А вашу сдавали, да? Нет, она просто пустовала. Ну, это уже не так важно. Когда стали подозревать его в неверности? Стали подозревать... Или узнали, или увидели. Нет, по его поступкам. Это было... Мы, значит, отжили три года, вообще в счастливом браке, в хорошем, но пока он не поменял свою профессию. Какую, какую? Он стал работать в такси. А в такси там свободная жизнь. Там просто очень много свободного времени. Много... Откутствуешь ночью дома? Да, жене говоришь работать, а сам... Во вторую смену, да? Как узнали? Узнала. Во-первых, я начала... Смотрю, он постоянно со своим телефоном. Он едет, допустим, за рулем на машине. Вот ему даже говорили, Жень, можно я скотчем примотать телефон к уху? Он ходил и в туалет с ним, и спал с ним, и приходил суток, он выключал под подушку, телефон ложил. В общем, все. А вы ему не задавали вопросы в лоб? Я ему задавала вопрос, но он... Ты себе придумываешь, у меня никого нету, мне никто не нужен, но у нас и отношений никаких не было. Муж изменялся. Во-первых, я начала... Бывает. Марлин Монро... Если бы я был замужем за Марлин Монро, я бы изменял своей жене. Я думаю, что нет. То есть вы не спали? Мы не спали. А почему? Ну... Как, что? Ну насильно, что она ему сделает? А что, супружеский долг выполнять надо? Ну-ка, быстро выполняй. Как быстро? А что? Там, видимо, на стороне все хорошо, хватало. Не, ну вам-то... Ну, а у меня уже... Я уже привыкла, вот он у меня уже приучил, то есть... Я уже как-то обходилась без этого. То есть есть муж рядом пришел, но отвернулся к стенке спид. И не задавали вопросы никакие? Задавала. Он сказал, наверное, я старею, не хочу. Возраст пришел тот, который уже... Хорошо. Ну, все-таки потом признался, да, что он изменяет? Он признался только тогда, когда я его поймала, можно сказать. И что он сказал? Он сказал, Люба, у нас все равно ничего не получится. Хотя это было на третий раз, когда я его принимала. А поймала-то как? А поймала... Мы с ним, когда в третий раз сошлись, я его прощала, возвращала. Все ради ребенка. И сама я его очень сильно любила. Я говорю, это просто для меня... Вот у меня был ребенок мой и он. То есть у меня не ребенок на первом месте, а они оба были на первом месте. Чего, прям в постель, да? Не в постели. Я его... В постели там... Ну, там домофон был, мне было в квартире не пробраться. Я позвонила... Я увидела его машину, которая стояла у ее дома. Я позвонила ему, у него телефон отключен был. Позвонила ей, она трубку не взяла. Я написала ей сообщение. Если ты сейчас... Если мой муж сейчас не выйдет от тебя, не встанет с твоей кровати, я разобью ему машину. Он вышел сразу, потому что он знает, что я могу это сделать. Вот. Он вышел, идет заспанный весь такой. Я ему говорю, давай, звони, пускай выходит. Я просто хочу посмотреть в ваши глаза, в твои и в ее. На что он мне сказал, пойдем к машине отойдем, пойдем в машину сядем, поговорим, не надо тут на публику. Ну, так посмотрели ей в глаза-то? Она не вышла. Терпеливая девушка, я бы, наверное, так не смогла. А что стало последней? И вот, ну, вам уже просто он кричал, я не знаю, звонил, что вас не забил. Даже когда он избивал, я его потом все равно прощала и принимала. Ну, вы знаете, во-первых, человек, когда у него есть кто-то на стороне, он какие-то мои поступки его кидало в ярость. Он был озлобленный. Потому что вы пахли не так, как возлюбленный, готовили не так. Конечно, дорогая, мы его раздражали. Я стою с фоварешками с ложками у плиты, а там зайка солнышко любимый. И так что стало последней? Как он вас избил до полусмерти? Не капли стал, ну, когда он поднял на меня руку при ребенке. Это случилось... Мы с друзьями отдыхали на природе, а ребенок был у него. Вот. Вот. И, значит, на следующий день мы едем уже с леса, с озера. Он мне звонит и говорит, я тебе сейчас привезу ребенка. Я говорю, ну, я тебя прошу, дай мне вот просто побыть одной. Он приехал, нет, я все равно тебе отдам ребенка. У меня много дел, у меня много дел в огороде, и он мне как бы не нужен на сегодня. Я говорю, ах, тебе не нужен? Я ногой пнула по машине. Ну, как бы, в принципе, не сильно. Его это озлобило, он оббежал машину. У меня ребенок стоит в ступоре, то есть я его на себя тяну, чтобы мне закрыть калитку. И просто удар с ноги, я отлетаю, у меня текет кровь, я вся в крови, ребенок стоит, это все, этот ужас видит. Ты точно не такой мужик. То есть это не хорошо, не плохо, но я просто другой. И вы для себя решили, что все, и у вас появился парень вот из Твери. Вот я все к этому уже иду. Он появился раньше, когда мы только вот разошлись, то есть в мае месяце мы вот когда разошлись. Потом появился молодой человек. Сначала было общение, потом какие-то, потом отношения. А как муж узнал бывшие? От друзей? А вы знаете, там, да не от друзей скорее, там от соседей. И вот бывший об этом узнает? Он узнает и он возвращает. Он мне звонит и говорит, Люб, я возвращаюсь. Я понял, что мне нужна ты, мне нужен ребенок, я возвращаюсь. Я звоню тому молодому человеку, говорю, ты прости, извини, но я... Почему? Объясните. Уже бил, душил, ноги об вас вытирал, говорил, что не любят. А со что? Поделитесь, женщины, вот вы поделитесь, потому что я вам завидую. Я такой любви не испытывала никогда. Я не понимаю, вот если мне не то, что руку на меня поднимет, не знаю, слово какое-то. Для меня уже человек умирает, я даже не понимаю, как это можно любить вопреки. Ну, видишь, как она поняла, да, уже ничего не осталось. Сколько можно было сходиться, расходиться. Все одно и то же. Ну, так он изменился или все было по-прежнему? Мы отжили с ним неделю. В понедельник он вернулся, в пятницу мы с ним сидим на кухне, и я говорю, что-то не так, что случилось? Я вижу, что у нас ничего нету, ни общения, никакой жизни. Мы как чужие люди, мы как соседи. Он на меня смотрит, а ты знаешь, почему я вернулся? Я говорю, почему? А чтоб ты в тверд не уехала. А теперь я тебе говорю, до свидания. Ему звонит его любовница, он ей говорит, да, я скоро буду. И он уходит. Вы вслед ему не сказали, ну, самое безобидное слово казино? Я начала у него вырывать телефон, чтобы позвонить ей. У нас началась борьба за этот телефон, то есть он от меня отбирает, я от него. Я говорю, да, я позвоню ей. Вот страсть, это счастливый человек. В результате он ушел? Да. Он не смог у меня отнять телефон, вернее, он отнял симку. Телефон не выбросил, симку забрал, и он ушел. Молодец. А вы вернулись к своему, вам простился ваш тверской парень. Да, мы возгновили отношения, но потом что-то вот перевернулось. Я же не буду задать вам вопрос, за кем вы сегодня пришли. Судя по всему, вы не разбираетесь в мужчинах, просто послушайте нас, ладно? Хорошо. Роза. Ой, Любанька, не ты первая, не ты последняя. Я своих помоечных тоже отработала, правда, дольше, чем ты, потому что такой программы не было. А была бы, мог быть, и по молодости лет правильные выводы делала. Значит, меня смущает, моя хорошая, не выздоровела еще, что вообще никаких требований. Что это значит, чтобы зарплата, зарплата не имеет значения. Главное, чтобы не пил, не бил, человек был добрый, не пьющий еще. Ну, моя хорошая. Я твоя мамка сегодня буду, раз нет, я буду сегодня тебя уму-разуму учить, а то опять возьмешь такого же. Даже говорить не буду, какой, буду прям тебе конкретно показывать. Хорошо. Вот сегодня, согласно с Розой, поверьте в себя, что вы красавица, полюбите себя, вам есть за что себя уважать. Поэтому не абы кого, а тот, кто понравится и почему-то, немножко раздвиньте, шоры уберите, вот, позвольте себе. Открой, на встречу. Я сегодня пришла не с пустыми руками, а с оракулом Ленорман. Это колода карт, но сегодня я не буду, как обычно, даю героям вытаскивать карту на какой-то вопрос или ситуацию. Дело в том, что это оракул, позволяющий вычислить, скажем так, число судьбы человека. Карту, которая характеризует его личность. Это ничего не говорит о событиях, а скорее именно о самом человеке. Вот если сложить цифры, которые представляют из себя дату вашего рождения, получается 36. И это карта крест в колоде Ленорман. Она уже человека характеризует определенным образом. Вы человек, который приходит к своему счастью через потрясение, причем вы сами себе их устраиваете. Я не имею в виду ситуацию с родителями ни в коем случае. Но вам нужно прекратить само устраивать себе приключения. Вы, как всякий земной знак, очень терпеливый, терпеть можете долго. Но задумайтесь, пожалуйста, а стоит ли терпеть? Астрология для меня вообще темный лес. Я тоже в этом ничего не понимаю. Я туда никогда не лез. Я не знаю, верить этому нет. Вот сегодня, когда наших женихов видите, пожалуйста, посмотрите, с кем из них вы себе вот эту самую крестовую ситуацию не устроить. Конечно, каждый должен нести свой крест. Эта карта вам про это говорит. Но крест мы тоже можем выбрать. По крайней мере, мужчина – это тот крест, который женщина выбирает. После рекламы мужчина проявит свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. В эфире «Давай поженився» у нас в студии «Люба». Встречайте первого жениха. Удачи! Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Вы очень симпатичная девушка. Спасибо. Очень с ней понравились. В жизни вы намного лучше, чем на фотографии. Спасибо. Я стараюсь. И вам очень приятно познакомиться. Спасибо. Спасибо. Игорь, 28 лет. По образованию слесарь-электрик подвижного состава. Работает связистом в строительной компании, играет в футбол, гордится своей семьей и предупреждает, что его будущая избранница обязательно должна понравиться его родителям. Игорь долго мирился со странными выходками своей жены, но окончательное решение развестись принял после того, как она избавилась от их будущего ребенка. Надеется, что любовь – девушка серьезная. Игорючек, а с какими странностями вам приходилось мириться? Что ее отличало от других девушек? Ну, я как-то гулял в Кусково, в парке. С моей девушкой симпатичная. Познакомился, взял телефончик. Все, договорились о встрече. И как-то через пять дней я предложил ей встречаться и отвез ее домой. А она вам на первой встрече объявила, что она сирота? Нет. На второй? Ну, где-то второй-третьей встречи, да. Так она прям так вот пропела «Я сирота, сиротинушка». Или как это произошло? Нет, я спросил, с кем ты очень проживаешь. Ей было 26 лет? 26 лет, да. Ну, как-то в 26 лет сказать «Я сирота». Ой, мама моя однажды сидит, плачет в комнате. Вот год-два назад я прохожу ее, говорю, мамочка, что с тобой, миленькая? Она так раз трубку убрала, она со своей родственницей разговаривает. Я говорю, Аня, приезжай ко мне, ты же знаешь, я сирота. У меня нету ни мамы, ни моя мама. Я говорю, моя ты сиротинушка. Ты чего что? На полном серьезе. Да-да-да, сиротинушка. И ваша тоже вот такая сиротинушка. Вот мы договорились о встрече. Договорился отвезти ее домой. Она не из Москвы, с Тульской области. А вы москвич? Я москвич, да. Отвез ее домой. И все. Я у нее только остался. На следующий день я сделал предложение. Ой, какой скорый. А что ж там такое в ночь-то было? Отгадай. Ну, нет, нет. А что ж можно представить, чтобы на второй день сделать предложение? Первая жена у него была, да, не подарок. Поспешил он с ней. А что там такого она позволила себе, ваша девушка, сиротинушка, что не понравилась маме? Что она вам шепнула на ушко? Ну, честно. Мама? Ну, за давность уж часто можно. Ну, мама сказала, что человек, сразу по человеку видно, что человек ничего не приспособлен, ничего делать не будет. Я, конечно же, в это не поверил, все сказал. Все равно женюсь. Все женюсь, я ей верю, я ее люблю, уже люблю, сказал. Все, через месяц свадьбу. Ну, как раз первого-то, а? Свадьбу сыграли через месяц, да? Да. Привел ее куда? В семью свою, к маме? Да, сначала в свою семью, привел к маме. И там началось? И там началась война, можно сказать. А как вот вы считаете, из-за чего и кто был прав, кто виноват? Я обожаю эти истории. Я был, в то время работал в охране, у меня получалось сутки, усиление. И как бы мама говорит, все, она ничего не делает, она только сидит на диване, читает, работать не хочет, ничего. А что ей хотелось, чтобы она делала в квартире? Вот что? Помогала готовить. Ты, говорит, здесь живешь, ты должна готовить, уметь готовить принципиально. Логично. Муж придет. А комнату, наверное, убрать надо. Ну, комнату убрать, постирать также. Ничего вообще не делал, не работать, ничего не хорошее. Ну, хорошо, у мамы такие претензии, что она не обстирывает, не обглаживает. А у жены были какие претензии к вашей маме? Ко мне придираются. Я все, я ищу работу, у меня есть интернет, я ищу работу, все хорошо. А вы когда заглянули в интернет-то, там оказалось что? В соцсети и в друзьях, там, да, не друзья, мужские имена, в тарафе мужские, так же и в телефоне. Ну, у него там на самом деле все было очень быстро, он, конечно, тоже поторопился. Ему многие говорили о том, что Игорёв хороший, хороший. Родишь ли, люди были против? Когда она забеременела? Спустя 6 месяцев после свадьбы. А ты вот видите как? Ну, вот это, я думаю, конечно, меня. Не, ну, если там друзья-то везде у неё, мужчины. И вот она беременеет, и ваша мама обрадовалась, что она забеременела? Нет, она вообще не обрадовалась, она говорит, это не от тебя. Как ты можешь говорить, чтобы у тебя родился ребёнок, если ты всегда на работе находишься? Нет, а вот маме, вы не сказали, мам, это мой ребёнок. Это мой ребёнок, я хочу ребёнка. А мама говорит, не, пусть аборт делает. Да, пусть сделает аборт, и всё. Да, и вы же не говорите, иди делай аборт, да? Нет. А что? Я говорю, давай рожай, всё будет, всё хорошо, мы воспитаем, всё поднимем. Я пошёл как раз работать, ещё больше столовой работы заработать. А она? В это время, пока я бы находился на сутках, она уехала в свой город, сделала аборт, и всё. А как она вам объяснила? Ну что, типа, я не могу, это не моё. Не её что? Не моё, это как бы... Быть матерью? Не моё, мне нужно погулять. Я ещё не нагулялась. Какой ужас. Ну, слава богу, что не родила и не подбросила. А может, и вообще больше не родит. Ну, видишь, она аборт сделала уже от него, да? Ну, это было вообще для него самое страшное. Это последняя капля была. Вообще самое страшное было. А как считаете, мама ваша какую роль сыграла? Для меня она сыграла важную роль. Я теперь всегда прислушиваюсь своей матери. Сначала она вам всё время про вашу жену наговаривала. Потом она вам почему-то посмела предложить сделать, избавиться от ребёнка. Всё равно, это, знаете, мысль, заложенная вам, она вас и разъедала, и разъела, наконец-то. Поэтому, дорогой мой, хотите быть счастливым, Игорь, никто не говорит, отвернитесь от мамы, ни куска хлеба ей, и больше не слушайте, и не всё. Но в 28 лет уже должно хватать своих мозгов, чтобы принимать свои решения. Всё осознал. Ну, вот вы говорите, что для вас принципиально, чтобы понравилось маме. Я вот не думаю, что Любка вот такая в красном платье, с декольте, вот такая сама, всё и на огороде, всё сделает, и ребёнка родит, что она понравится вашей маме. Бля, это уже с ребёнком. О, с ребёнком приехала тебе, ей нужна Москва. Я хотел бы спросить, я знаю, что у тебя сын, ему 6 лет, я так... С каким творчеством ты с ним занимаешься? Творчеством? Да. Сейчас творчество у нас только одно. Либо мы рисуем, либо мы конструированием занимаемся. Либо прописи, математики. Математики. А вы... Подготовка к школе. А вы чем занимались в её возрасте, в 6 лет? В 6 лет? Каким творчеством? Я футболом занимаюсь. Да, это творческий, да, да. Спорт это очень творчество, особенно в футболе. А вот по поводу, есть ещё вопросы-то? По поводу? Есть вопросы-то у вас, а то у меня вопрос к вам есть. Пожалуйста. У нас мы из Балагой, да? Балагой. Но зато продавец, продуктовый магазин всегда устроится. Мам, не будет против ездить на вашу территорию? Если человек работает, у него такая позиция, значит, человек уже самодостаточный. Игорь, а сюрприз приготовили для нашей невесты? Да, сюрприз. Любовь, я знаю, что ты по специальности дежурная по станции, а я слесарь и электрик подвижного состава. Слышите коллеги. У нас с вами очень много общего. Я даю вам это все. Я в старых книжке за весной твой адрес, 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 адрес. С весны среди озер и скал. Хорошая девочка, да? Молодец, молодец. Веселый конкурс такой, заводной. Молодое, 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 это где-то между Ленинградом и Москвой. Молодое, 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 это где-то между Ленинградом и Москвой. Это потрясающий сюрприз, потрясающее счастье моё, Игорячек, в свою комнату, спасибо тебе большое. Молодец, Игорь. Хорошо держался, прям вообще восторг. Умничка, умничка. Не растерялся. Молодец. Ну как тебе первое впечатление? Возможно, понравилась очень сильная девушка. Понравилась? Да. Ой, это очень смешно. Главное, чтобы вот эти девчонки к вам не приходили бы по выходным чаёк попивать, понятие? А знаете, потому что обжёгся на молоке, будете передать на воду. Потому что ему теперь кажется, что мама, он даже не соображает, что мама как раз могла и повлиять на то, что отношения не сложились. Теперь его главная советчица. Я ничего мамы против вас не имею, у меня у самой сына. Ну как-то сделайте шаг назад. Ну не для себя растим, пацанов. Не для себя. Ну уже давайте мы и смиримся с этим. Поэтому любите и вас полюбят. Ну а так в целом неплохой. Человек хороший. Лучше вы в Балагой заберите с собой от мамки. Ладно, от мамки. Да, лучше к нам. Лучше к нам. У нас будет Балагой, прям разбежали. Нет, ну слушай меня. Я сказала, что мамы работают. У нас тоже развиваться можно. Можно к нам. У нас тоже с дорогой. Конечно, профессии схожи. У вас тоже есть. Зарплату можно тоже ездить на работу в Москву. Что-то вам в Москву не угодило. В Москву есть? А так не в Москву. Девчонки, молодцы, что в Москву не рветесь. Москва, правда, не резиновая. Поэтому Балагой прекрасное место. Вы можете считать себя и питерской девушкой, и москвичкой. Это уж где-то с... Хороший парень. С мамой договоритесь. У нас всякие школы не плохие. Знаешь, как говорится, вот по поводу брутальной, не брутальной, потому что вижу, что глаз, как Лариса любит говорить, не горит. Ничего, девка, это же нормаль. В школе переполненные в Москве дышать нечем. Загазованность, поверьте мне. Заберите с собой. И сделайте у тебя там... Короче, на дачу будет Балагой ездить. Короче, знаешь, нам чаще всего мы выходим замуж без любви, а потом любим тех, за кого замуж вышли. Это у тебя только так раз бывает. Да ладно, Дина, здесь процедура. Ну, это, правда, редко встречается. Ой, прям по любви тут все вышли. Конечно. Ой, гляжу, я прям по любви. Ага. А как? А как все, Василис? Я лично вышла по расчету, не срываю. Ладно, в полчите четыре раз была там. Я уж, ладно, Василиса, она там что-то там усмотрела, там звезды. Нет, я вышла исключительно по любви. Более того, не сразу замуж. Не всем так удается, Василиска. Я согласна, все-таки многим. Я считаю, что Игорь классическое подтверждение русской пословицы о том, что простота хуже воровства. Не хочу его никак обидеть, но вот это простое, утилитарное отношение к жизни, даже не легкомыслие, а отсутствие мысли вообще. Увидел девушку, сразу привел ее домой, сразу ты моя женщина, я твой мужчина, притащил ее в свою пещеру, сиди, рожай детей, веди хозяйство. И потом получаются отношения, как в каменном веке. Вот эта чрезмерная простота. Все люди разные, есть простые люди, есть сложные. Но иногда нужно подумать над тем, что ты делаешь, пускай на своем уровне. Одессе не думается. Его карта личности, женщина, всегда будет от женщины зависеть. Там, когда-то от мамы, когда-то от супруги. Но, на мой взгляд, прекрасный выход его действительно отрывать от мамы и становиться той самой женщиной, Вот я специально эту карту выбрала, которая его от мамы как-то увезет. Ой, прям все маму вам не угодила. Ну почему? Ну, зависел от мамы, теперь будет зависеть от супруги. Когда-нибудь будет дочь, будет зависеть от дочери. Дружище с мамой. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736, Роза и Василиса ответят вам на вопросы в любое время дня и ночи. Второй жених готовится к свиданию с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире давай поженимся, у нас в гостях любовь. Встречайте второго жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Люба. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Мне очень приятно вас видеть. Я приехал из города Переславля-Залезка. Это 130 километров от Москвы. То бишь, для меня это, конечно, не преграда для того, чтобы встретиться с вами. Я бы хотел с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил, 34 года. Машинист экструдера. Увлекается мотоциклами, занимается силовыми тренировками и любит отдыхать с друзьями на природе. Предупреждает, что никогда не уедет из родного города. Ни одной из своих возлюбленных Михаил не решился сделать предложение руки и сердца. Надеется, что Любе, ему захочется сказать, давай поженимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Лич. Добрый день. Мне очень приятно вас видеть. А нам-то как приятно. Красавец такой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рад. Ну, это со стороны виднее, красавец или нет, как бы для девушек. Понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне бы очень приятно было бы подарить вам еще подарки. От нашего города Переслава Залисова. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты что? Я нашел с вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, сынок. Спасибо. Это нашел город Переслава Залисова. АПЛОДИСМЕНТЫ Вышивки. Спасибо, дорогой мой. Можно было даже не тратиться. Это совсем не обязательно. Ну что, он поедет. Мне очень приятно. У вас чудесный озеро в городе. А нельзя когда подарить. Мне очень приятно для вас. И для вас тоже у меня есть подарок. Какая прелесть. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Серьезный. Да, серьезный собередник. Серьезный. Как это возможно, если он в свои 34 года ни разу не влюблялся, не терял головы, как предыдущий жених, и никому не делал предложения? Да, влюблялся, что ли? Ну, влюблялся, да, был и делал, согласен. Прямо что, терял голову вот так? Даже, можно сказать, конкретно потерял голову. А почему тогда предложения никому не делал? 34 года уже, считай, дед. Ну, мучила меня, конечно, мучила. А что так? Стоп, стоп, как будто я напрасну какую-то возвожу. Конечно. Я влюблен был в нее. Это не правда, потому что не влюблен был. Кого? Рассказывайте. Вот. У меня была просто девушка, которая... Меня, по сути, познакомил ее отец. Вот. Он меня знал раньше. Конечно, нам, родителям, все время кажется, что вот это пара, вот это не пара. Мы всегда обдумываем и что-то, свои какие-то действия. Вот однажды у вас в гостях, сидя за столом, он сказал. Я про нее вообще не знал. Мишка, хороший ты парень, а у меня дочка есть. Так и было. В следующий раз приеду с ней. Да, так и было. Так и было. Он привез свою дочку. Вот. Ну, соответственно, я, как увидел, я шарашен был. Да. Приятная девушка. Глаза горят. А она, интересно, знала, с какой целью папашка ее к вам везет? Нет. Потому что это Розина любимая история, когда родители... Да, да, смотри, не устраивают, а что? Ну, догадывалась, я думаю. Что просто так ехать-то с папкой-то? Ну, да, как бы я... В общем, я увидел ее. Я говорю, ну, не может быть, что дочкой. Что-то, говорю, как-то странно. Похоже на вашу маму. Ну, моя мама, конечно. В 17 лет ей была красавица, да? Красавица, юная. Ну, да, красивая. Вы влюбились так, что она... Я влюбился, можно сказать, сразу. Да. Вот увидел ее, взвел ее домой. Понравились? Вы ей тоже понравились? Ну, не знаю, как насчет, я ей понравился или нет, но взгляд у нее, конечно, глаза блестели. А вот маме больше она почему-то не понравилась. Она постеснялась со мной общаться. Нет, ну, а когда она сказала, Мишка, не нравится мне что-то твоя девочка... Она мне сразу потом это сказала. И вот эта девушка у вас ведь даже оставалась ночевать. Да, оставалась, она мне ночевала. А прям там что, прям происходил что-то по-взрослому или нет? Ну, естественно. Все-таки... Мы же не маленькие дети. Правильно? Я так понимаю. А потом она уехала... Не, ну так просто в гости тоже ходить. Ты что, дурак, что ли, он ее принимать? Если, чтобы она ковры вытактывала и пастель в нее уже... Ну, правильно. Отец познакомил. Конечно. А потом ваша девушка уехала куда-то учиться, да? Потом она, да, уехала, якобы учиться по ходу. Вот. Но, видимо, не только учиться и работать. Телефон иногда отключала. Да, получилось. Вот ее подружка вам открыла глаза. Говорит, Мишка, у нее есть богатство-любовник. Да, я встретил с ее подругой, говорю, почему, что такое случилось с ней? Я говорю, я не могу ее увидеть в последнее время. Она говорит, ну, если тебе хочется с ней выйти, я тебе сразу скажу, что такой вот она человек. Я решил проверить ее. Как так? И выяснилось, что? Ну, выяснилось, что она живет, оказывается, с другим молодым человеком. А не в каком общежитии? В каком-то общежитии. Ну, как будто бы. А на самом деле не в общежитии, да? Может быть, и не в общежитии. Получалось так, что я с ней встретился. Вот. И она со мной общалась, общалась, и друг зазвонил на телефон. Вот. Я говорю такой, о, подруга, что ли? Так затаился. Да, подруга. А слышит голос-то мужской. Ну, если только подруга, только, может, заболела, конечно. Маша, приходи на свидание. А это, она говорит, декан, да? Ну, да, да, да. Да, по телефону слышит мужской голос, а их и думает, да, вдруг это все-таки, там, женский голос, какой-то грубый женский голос. Она вам ничего не обещала, она уехала в другой город учиться. Почему? Что ее сдерживало? Почему она боялась вам сказать, Миша, я не люблю тебя, я люблю другого, мужчина, я с ним живу. Может быть, она боялась меня, конечно, как-то обидеть, что ли-то. А может быть, она папу боялась? Ведь папа настаивал на ваших отношениях. Ну, папа боялась, она, конечно, да, согласен. Живете квартиру у вас? Нет, у меня свой дом. А ну, то есть, куда привезти, да? А если женитесь, есть куда привезти? Ну, есть, конечно же. Вас не смущает то, что у Любочки ребенок? Честно. По поводу ребенка? Честно. Ну, нет, для меня это несложно. Ребенок, ну, это ребенок. Все. Так не важно. Я ничего не говорю. Вас это не смущает, да? Нет. Не надо сейчас зерно, которое может прорасти в не очень окрепшем организме. Ему в голову не пришло про чешу и рот, и про что-то. Зачем ему сейчас открывать глаза? Чужой станет свой. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Это матушка, да? Нет, нет. Не матушка. Я на правах соседки и подруги матери, которые уже давно... Ага. Ну, она для меня как вторая мама. Очень хорошо. Может быть и с Ватей, да, в этой роли, может быть, сегодня выступаю. Уважаемые ведущие. Хочу поддержать его. Потому что я могу с ней поделиться многим. Мой золотой. Да. Что мне если как-то плохо или хорошо. Какое счастье. Как вас зовут? Меня зовут Нина Николаевна. Ниночка, это такое счастье, что у Миши есть старший друг. Что вы ему заменили маму. Это такое счастье. Пать, не дай руку. Родителей нет и давно уже нет. Ну, мама лет 6-7 уже, наверное, нет. 7 назад, да, уже умела. Ну, 7 лет где-то будет летом, наверное, нет. Так вот с невестушкой пообщайтесь. Невестушка, вот мне очень понравилась, поэтому я и выскочила. Бой, 34 года, он не может постоять за себя. Да, 34. Да. А мужик, он должен мужиком быть. Вот смотрите, вы сказали, что вы из Переславли никуда не уедете. Слабо, слабо. Нет, ну почему? Это не так. Я могу уехать, но с условиями с тем, что если, допустим, мне этот человек нужен был. Ну, влюбиться. Влюбиться, наверное. Наверное, влюбиться. Влюбиться, когда в Балагое, Переславль, это все так похоже. Мы любим свой город, очень любим свой город. Понимаете, это город, в котором, да, я вырос. Послушайте, хорошо, когда можно и в Балагое, и в Переславль. Да, да, да. Хорошо, что и там, и здесь есть, правда же? Это вообще сегодня не вопрос. От этого хуже-то не будет. Нет, миленький, но хуже будет, если вы не покажете сюрприз. Вот тогда будет хуже. Сюрприз, сюрприз, что у нас есть? Мой сюрприз – приглашение Любы в город Переславль. Очень приятно. Доходите. Спасибо вам, Милочка. Прошу сюда. Люба, посмотри, пожалуйста. И оцени. Мои оцени, это? Скажи. Привет, я Михаил. Мне 34 года. Живу в городе Переславль-Залеском. Ну, это наш дом, в котором я живу с братом. Ух ты, нифига себе домик. Это наша Красная площадь. Здесь память о Переславль-Залеском, который родился в нашем городе Переславль-Залеском. Люба, на этом корабле, ботик Петра Первого, мы могли бы с тобой поближе познакомиться. Это наша... Ой, а, кстати, я знаю это озеро. Туда можно приходить, там, Синькамень, да? Да. Ой, я в этом году была, жена, не загадала, что теперь. Смотри, как его мотоцикл он сделал. У нас был знаменитый. Там природа сумасшедшая. Природа согласна. Ребята, мы к вам на свадьбу приедем, если у вас не просит. Люба, это мой мотоцикл, с которым я вам в своё свободное время. Если хочешь, я тебя могу на нём прокатить. Красавец. Я достоинство показала просто. Вот молодец, какой сюрприз оригинальный. Первый раз за 6 лет. Не раз. Знаю свою историю, как хорошо. Вот знаете, откуда кормят. У нас много чего интересного есть. Миша, не в следующий раз расскажите нам, что у вас там ещё интересно. А пока с вами о чём-то проходи. Спасибо. Домой. Миша, мисс. О, молодец. Вообще молодец, всё хорошо. Ну что, девчонки, скажете? Он похвастался. Мне не понравилось, что он похвастался, показал свой дом. В первую очередь. А что надо хвастаться? Можно было мельком. Что он... Нет, как-то не так. Надо было как-то культурно. Какая глупость. Жена, да ну, да ну. Сейчас мужчины такие неправы. Какая глупость. Я так думаю, что прежде чем он её сорвёт с насиженного места, столько воды утечёт. Она туда и в гости съездит, и с ребёнком, и на рыбалочку, и на мотоцикле коптать. Любаш, слушайте меня. Подружки, которые от заведомо классных женихов начинают отговаривать, мне кажется, это информация для размышления. Натя, всё равно. Нет, это нехорошо. Хорошо. Вот если бы он показал бахалупу и сказал, я подарю тебе звёзды, я подарю тебе камушек и кусочек от этого камушек. Романтика? Ей с ребёнком? Трицатник на носу? Ей романтика нужна? Всё равно в жизни хочется романтики. Когда мужчина в 28 лет рассказывает, что он построил дом с братом, что он купил машину, что ему есть куда привезти, дорогого стоит. От Москвы недалеко. Понимаешь, а на голодный желудок романтика, имея ребёнка, как-то не очень. Вась. Я считаю, что тот факт, что его уже во взрослом состоянии с удовольствием принимает его соседка, которая с ним сроднилась и сблизилась, стоит уже очень и очень многого. И вот если посмотреть в суть этого явления, про него сразу многое понятно. Я с самого начала сказала, это человек, который нам план по врачуемости должен выполнять. Потому что в ближайший год-полтора он точно может себя связать с серьёзными отношениями. А когда посчитала его карту, это оказалась девятка. То есть его личная карта – это букет. Такие мужчины, надо сказать, раскрываются на быстрой дистанции. Потому что букет, цветы срезанные, и они достаточно быстро увядают и умирают. Но любовь может жить долго. Но вы про него достаточно быстро можете всё понять. То есть это не тот человек, с которым нужно встречаться 15 лет для того, чтобы как-то его подноготную выяснить. Про него быстро всё понятно. Накормил, напоил, спать уважил. Любаш, мы все видели, как жених пытался тебе понравиться. Но давайте пока посмотрим и не будем делать поспешных выводов на третьего жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Люба, привет. Здравствуйте. С таким девушком, как ты, пишут стихи и сочиняют поэмы. Спасибо. Тебе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил, 28 лет. Офис-менеджер в представительстве крупной телекоммуникационной компании. Изучает историю древнего мира и играет на гитаре. Предупреждает, что не готов каждый год возить девушку на Мальдивы. У Михаила никогда не было серьёзных отношений, а только влюблённости и короткие встречи. Надеется, что знакомство с любовью – это всерьёз и надолго. Миш, ну давайте сначала разберёмся, что для вас серьёзное отношение. Ну, серьёзное отношение, когда уже воспринимается пара, да, как все знают, их референтная группа, понимают, что это они вместе, они друг друга любят, они собираются выйти, жамос, жениться. Они, скорее всего, живут вместе уже. Вам нравились замужние и старушки? Никакой ответственности, да? Они вот с вами там гульнут, погуляют? Не было такого. Какие старушки? Но в основном это были замужние всё-таки барышни. Почему, откуда вы знаете? Ну, я не знаю больше, я ж насквозь вижу. Моя фамилия Лариса Рентген, поэтому... Нет. Ну, как нет? Знаю, знаю. Нет, естественно, женщины, да, уже состоявшиеся, они для мужчин притягательны, тем более именно такой, да, запретный плод, он есть что-то в этом такое сладкое. А самое старшее сколько было? Ну, возраст. Я не знаю, у женщин не спрашивают о возрасте. Ну, свежее мясо-то как раз очень даже. Он, конечно, он очень меня привлекает. Ну, как ты можешь, Роза, у нас женщина, где твоя солидарность женская, как можно называть женщин, даже малой, свежим мясо? Нет, она может... Нет, наоборот! Она уже в моём возрасте. Просто предельно цинично. Пацанёнка-то. А если у твоего сына бабушка появится? Ну, так уж появилась, ещё сидим, ждём. Ну, я ровесница. Тогда званится. А хотите же мне? Я хочу, да, именно молодую девушку, с которой можно жить, которую буду любить. И сейчас у меня все есть как бы для этого ресурсы. И я хочу семью нормальную, с молодой женой, с будущими детьми. Ребёнок не пугает? Ну, вот я бы хотел выяснить, у Любы готова ли она ещё рожать. То есть, или она считает, что её функция выполнена материнская, то есть, она будет воспитывать своего сыночка. Ну, то есть, и... Я готова. Потяните, да у нас первый класс вообще с ребёнком. Ну, первый класс, конечно, вызывает несколько, конечно, несколько, ну, сомнений. Ну, вы можете в Балагой поехать. Ну, ты как, Люба, как ты планируешь строить, да, отношения у тебя? Ты будешь оставлять, может быть, ребёнка иногда там с мамой, или ты вот всё время живёшь только с ним? С такой мамой? У неё же она сирота. Прошу прощения. Нет, 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 ей нет, вот ей этот вопрос не понравился, я думаю. Оставлять ребёнка с мамой, как это? Не профессия Любина не смущает. Ну, Любую, то, что Люба продавец, что Люба продавец, ну, то есть, что она... Нет, нет, это что Люба говорит, ложишь, звонишь. Да, и то, что она не знает слов референтная группа, с которой вы начали своё выступление. Ну, чего уж мы сейчас будем здесь и огороды-то эти городить? Нет, это меня не смущает. Девушка должна быть, главное, красота, чистое сердце и чувствительность, такая вот чуткость, вот, которая в Любе очень присутствует и прослеживается и видна. И её вот этот образ, Марлина Монро, вот этот вот, да, такой невинный, он очень, очень ей подходит. Любочка, а вам нравится такой вот непростой жених у нас? Мечтатель. Я простой, как трикопейки, на самом деле, как и вы. Не видно, не видно. Ну, по сравнению с... Что простой? Немножко пугает? Пугает. Пугает неопределённостью. У вас совершенно другая судьба. Вам зачем женщина с ребёнком надорвётесь? Вы, если до сих пор не брали на себя такие обязательства, вам сегодня... Вы не потянете, а у Любы нет времени и нет желания проходить ещё свой университет вот с таким парнем из Москвы. Как раз я все университеты прошёл и готов... Ей нужно уже наверняка. Про другие университеты. Не будете морочить голову, нет? Ну, иначе я бы сюда не пришёл. Хорошо. Теперь поверила. Покажите сюрприз. Сейчас сыграю тебе песню, которую я для тебя сочинил. Порывом тёплого ветра обниму твои плечи. Нежно прикоснусь и останусь навечно лучом весеннего солнца. Упаду на ладони, прольюсь тёплым дождём, ворвусь в открытые окна. Раскидаю по комнате все твои фотографии. Раскрашу розовым цветом дневниковые записи, отражения в зеркале. Улыбнусь небе радугой, распадусь на сто тысяч слёз невидимых капель. Меня узнаешь из тысячи, подойдёшь неуверенно. У меня аж мурахи подсело, поползли. Мы пойдём по бульварам гулять и разговаривать. Посидим в парке Горького людей, будем разглядывать. Я скажу тебе то, что ты ни разу не слышала. Поцелуй неожиданный. Как прыжок с крыши, фонари загорятся. Расставаться нет повода, мы вместе встретим рассвет. В Большом Вечном Городе. Спасибо. Спасибо. Миша, ждите решения Любочки в своей комнате. Скоро узнаете. Мишка, ты молодец. Ну, а этот Михаил, как вам, Надежда? Неплохой. Интересно бы с ним пообщаться, Любима. Да что, он с чем же? Ну, всё равно. Мне кажется, он интересный человек. Послушайте, у вас есть мужчина? Есть. Да? А вы такая какая-то завистливая, потому что абсолютно не её мужчина. Я завистлива, кстати, вы не правы, я никогда не завидую людям. Ну, вы что, Миша абсолютно мудрёный, московский парень, который ещё может 10 лет гулять. Ворох проблем в его лице вы можете приобрести. Я считаю, что даже кратковременные отношения вас скорее изломают, потому что вам мужчина, который очередной раз покажет своё, ну, не пренебрежение, а недовольство вами, пускай даже в другой сфере, он вам не нужен. При этом молодой человек чудесный. Карта личности Солнца. Это единственная карта в колоде Ленормана, у которой вообще нет отрицательных значений. То есть, в общем, человек творческий, энергичный, светлый и желающий рядом видеть такого же наполненного энергии человека. А вам сейчас нужна поддержка. Люк, ты подружке понравился. Подружка такая тоже, видать, много передал. Всё, у вас есть возможность посовещаться, а мы пока отдохнём. Сравнить вот третьего и первого, он даже по поведению отличается между двумя этими. Первое, хоть это, прошёл маленько что-то, а этот ни одного, ни у второго. Тут по разведённым повзал, а этот вообще у меня девушка одна. Ну, а первое что? А первый хоть опыт есть? Не знаю, смотри за мной. Ну что, девчонки, посоветовались? Мне важнее, чтобы Люба, но мне понравился больше первый. Игорь. Он более такой уже... Жизнь его тоже побила маленько, и отношения у них как-то не сложились тоже у женщины. Вам понравился первый жених, да? Да. А вам второй? Молодец. Правильно, и Надьку на свадьбу не зовите. Переславль, хорошо? А мы приедем к вам на свадьбу. Я тоже за Мишу присоединяюсь, уже тебе и сказал до этого, всё у него нормуль. Ну, то, что у Миши немножко странноватый такой. Ну, вот у меня так показалось, он как-то так бы немножко впадает в себя. Ничего страшного, в моменты, когда начнёшь сомневаться... Мне не показалось. А тем более хорошо свекрови не будет, понимаешь? Господи, так может быть и твоему дождаться, когда будет хорошо жениться, чтобы ты... Ну, тебе, Лариса, не угоди. Лариса, Лариса, просто Роза, ну как, ты молодец проводит политику. Я должна хоть плохого хорошего найти. Лучшая жена – это вдова, лучший жених – это сирота, но это же прям вот... Да, девочки, такова жизнь, а вы как хотели! Любая. И что нам, звёзды? Да, я соглашусь, что он способен быть ветреным, и нужно ещё будет вам самой добиться, чтобы он в вас влюбился. Потому что этот мужчина без любви строить отношения не сможет, просто по чьей-то указке. Поэтому выбирайте, но вам придётся приложить определённые усилия, чтобы его чувства в ваш адрес тоже зажглись. Любаш, несколько шагов вас отделяет от вашей, может быть, судьбы. Вы можете ещё 10 раз передумать. Вперёд! В любом случае мы вас поддержим. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Светлана, 34 года, номер 3407. Преподаватель английского языка. Читает классическую литературу, увлекается психологией. Считает себя чрезмерно доверчивой. Её избранником может стать воспитанный и успешный мужчина, готовый к созданию семьи. Дарья, 24 года, номер 3408. Аккаунт-менеджер в иностранной компании. Занимается йогой, любит путешествовать. Мечтает встретить сильного спортивного мужчину, который будет о ней заботиться. Мы не знаем, выйдет любовь одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать её решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Все-таки я поборол всех троих. Мы тебя поздравляем. У нас и есть пара. Любовь и Михаил. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с номером по телефону 4151. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Я не застал себя долго ждать и ответил ей взаимностью. Но потом, позже, выяснилось, что дело даже не столько во мне, сколько в незаконченных его предыдущих отношениях. Характер, видать, сложный. Вы такая вредина конфетина. Земное в них очарование или неземная благодать? Душа хотела бы ей молиться, а сердце рвётся обожать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин